всех приветствую сегодня воскресенье 24 июля я вам представляю к обзору удачные и неудачные моменты своей работы неудачных моментов на этот раз большинство но как говорится и на старуху бывает проруха бывает но что делать я вообще хотел их в принципе даже вам не показывать но то есть вот понимаете вот некоторые варианты из этих вот хочется особенно складные взять выбросить и не вспоминать о них ни разу но с другой стороны реально душит жаба потому что там такая себестоимость что вот эти вот пример две бритвы не стоит даже одной этой бритвы даже наполовину какая себестоимость и поэтому у меня такая закралась мысль а а вдруг кто-нибудь возьмет на полку чтоб полежала а может кто-нибудь как первую бритву попробовать потому что но они заточены и бреют и как бы вот в таком вот ракурсе и поэтому я в основном вот все вот эти работы кроме одной попробую разместить на сайте как не будь прям вот прям вот по дешманские чтобы хоть какие-то деньги вернуть вот просто да вот я вам говорю честно без всяких там сказок вот этих вот и прочих прочих давайте начнем сразу же с хорошего потому что плохого мне уже вот это вот просто поберег горло а хорошая это вот это вот бритвка вот на какой подставочки так как она называется сейчас я прочитаю ну в смысле деревяшка называется на амарант только сейчас прочитал вот такие вот красавицы отвлекают вот и снова какой-то здравствуйте вот так вот я сделал на них шпенечки один повыше другой средний пониже и тот еще ниже давайте отдельно покажу отдельно подставку это все одна и та же древесина просто это вытащены такие бремною кругляки и в чем смысл во первых простота аскетичность как сказать вот так вот заводите и вот вот так вот и она все встала то есть вот сюда она не упадет никогда но она может упасть вот сюда сейчас отзвину она подклинивает понимаете то есть вот на подклинивает то есть она не выпрыгивает не по не скатывается это для хранения удобства вперед подали ничего не зацепили острием а это важно и она вас в руках вот такая вот комиссари она как вам объяснить полностью получилось все хорошо то есть придраться здесь не к чему сейчас покажу все все как выглядит потому что на фото в это не увидите особо да вот рисунок вылазит немного на кромку но не на саму прямо кромку а только на крае и на верхней поэтому это норма да сразу же не сказал это стопроцентный клин все бритвы стопроцентный клин мне кто-то сказал а вот сделай свою какую-то бритву по форме как имелось ввиду но а по геометрии то есть никто в мире больше не изготавливал никогда стопроцентные клины поэтому многие значники не понимают как прошлом видео примеру где по поводу заточки показывал как заточить там просто ноги сразу два слова изоленты как там давай 20 слоев вы поймите здесь нет вогнутости если вы не положите два слоя изоленты то вы будете шваркать прям всей плоскостью вот этой вот всей вы сможете уточить нет конечно же оправить потом я же там же на видео сказал но почему-то никто видео не смотрит сразу слыхали первое слово и побежали писать прямо ну такие вот писуны так сказать ну внимательно посмотрите если вам это интересно если интересно ну проходите мимо там сказано что с двумя слоями изоленты стопроцентный клин затачивается оправиться хотите с изолентой хотите без нее без разницы ремень свое сделает ремень своим прогибом в любом случае попадает на кромку ну клин любит такой не сильно натяжку ремня вот и все очень-очень максимально удобная в руке как затачивать так и править ну это просто подарок судьбы так сказать не знаю я доволен вот этой вот геометрией ее сам нарисовал да она похожа на японскую до типа могут сказать что скопировал может какими-то до общими чертами да может быть но она совершенно другая она больше размерами чем японская она стопроцентный клин это не япония она дамасская из дамаска для бритв то есть бритвенного она цветная это специально так задумано все ну много-много чего есть и ну и спуски как бы объяснить там мало того что не японские но еще стопроцентные ну как бы вот так и поставочки мне очень и очень понравились все сидит плотненько никуда вот этот вариант который единственный меня порадовал ну давайте на продолжим с остальными вариантами подставушкам принципе в том же исполнении только рисунок древесины немного другой хотя древесина та же самая бритвка получилось но не не отлично вот так скажем не отлично сейчас я вам объясню в чем ее не отличность и поэтому придется ее тоже дешевле в общем так вот все произошло но бывает в жизни бывают как говорится огорчение просто иногда когда бывает начинаешь экспериментировать то есть эксперименты приносят экскременты вот если грубо сказать так вот ну вот принципе она так свою произошло доэкспериментировался но без этого тоже никогда если не будет экспериментов смотрите на кромку вот в этом месте вот здесь на острием это сталь так легла направление и поэтому там как будто бы такой скол но это не скол ну это просто так стали легла видите наверное вот тут вот вот тут мне кажется будет видеть потому что даже я сейчас через микромонитор и его наблюдают эту погрешность до бритова будет брить этим местом тут скажет что она будет царапать она царапать не будет но факт есть факт также кстати максимально удобные хоть вправки в ремонт она просто летает вот так вот ну это чудо хоть заточки хоть в чем ну и за . стриё потому что ее перетащил максимально все ждал когда вот это вот ямочка то это на острие когда-нибудь сточится но когда присмотрелся хорошенько что это сталь так легла что она долго еще не сточится она сточится но надо еще точить точить и точить и поэтому за счет этого я увеличил меня увеличился кромка острия так вот тоже вкладывайте все она там сидит уже плотняком это два дальше совсем все хуже и хуже это также стопроцентные клины но ошибка в первой моя какая то что я ширину сделал большой она кстати очень туго закрывается вот этим местом она закрывается вот здесь туго слишком широкое полотно для стопроцентного клина это неприемлемо видите какая за . и и просто вот можно точить вечно так сказать такой объем стали это стали не какая-то там шведской там которые сточатся у вас просто раз-два это придется с ней посидеть но ведь это мы где тут ловит зеркало где-то не ловит так и так ну в общем можете поставить ее на полку и пускай стоит красовица как-то так вот да она заточена и можно бриться на будет работать то есть свою работу выполнять но если вдруг задумаете переточить это будет хлопотно долго и хлопотно я вам так скажу но и вид конечно же теряется просто поэтому буду издавать как-нибудь дешманский вот он сразу заклинилась всего дальше на нее не просядет вот и этот вариант сломался еще до того как при тонкой шлифовки да кстати там думаю что это мореный дуб это вот американский орех почему орех американский поставил потому что ну на такую бритву больше ничего не хотел стать и просто хотелось его тоже выбросить просто взять и выбросить вот так вот почему такая форма кстати при заточке очень удобно затачивать очень вот эта вот штука но это ни о чем не говорит здесь разошлась сталь дала трещину при термообработке и увидел уже при шлифовке ну отломил конечно же здесь закруглил но это было такое типа немецкого варианта и что получилось тяпочка получилась тяпочка ребят так что так что вот так вот вообще печаль также за . не взглянешь больше из большей степени это из-за ширины большой ширины она где-то минимум 8 8 а то его больше даже полотно да но не плоская на 100 процентный клин но имеет вот такой вот везет вогнутость типа дала что ли как и назвать проект для облегчения конструкции вот тут вот и вот такой вот весь вогнутость то есть плоскость стопроцентного клина остается здесь на обухе ушки и вот на этой вот плоскость вот он до сюда вот вот так вот и тут также то же самое то же самое клин тут и клину тут здесь вогнутость вогнутость нужна не тут только для того чтобы показать облегчить облегчить вот она на наверное сейчас на той бритве тоже покажу тоже кому-то может попробовать кому-то просто не знаю не знаю кому она может очень пригодится закрывается ровно клинится вот здесь там ну так конкретно а тут я вогнутость вам не показал вот это вот которая не является вогнутой бритвой но опять же повторюсь это клин стопроцентный в общем вот так вот не знаю видите ли вы это что клин вот здесь вот начинается здесь заканчивается вот тут вот вот это вот это так вогнутость вот такой именно сегодня обзор то есть радости с результата данного мало я бы сказал ее вообще нет но знаете что когда все сладко да гладко но это наверное того кто вообще ничего не делает либо там каким-то знахарем является диванным либо еще кем-либо потому что мне много пример высказываний выкатилась примеру там вот в прошлом видео одни умники просто понимаете вот вокруг одни умники заходишь к нему на канал а там пусто они ничего не сделали вообще но просто знахарь реально и поэтому не по барабану на все вот это вот дело пускай кто хочет кто то и говорит но ничего следующий раз все получится как говорится наше дело правое победа будет за нами на этом думаю надо заканчивать обзор и показать немного наверное как они все таки рубят волос и так первые выступает этот обломыш она кстати очень хорошо сначала распускает прямо реально надвое на две части волос а потом рубит сейчас я просто провожу быстрее поэтому она просто рубит азет медленно вести то она будет раздаваливать надвое а потом начнет рубить вот раздваило отрубил это вот этот вот вариант так второе уступает вот такая вот он на 2 распущен волос второе движение его откидывает здесь просто подпрыгнул все зависит от скорости проводимую по стрию вот если медленно виду она начала ровным вдоль волос раскраивать потом не понимаешь ну этот больше рубит все таки чем раздваивает вот разводить хотела в общем так следующее которое вот не получилось вот ровно на 2 вдоль распустила опять надрезан вдоль волос крутится в руке так я в камеру падаю здесь вот просто подпрыгнул может потому что он уже был подрезан ведь он подпрыгивает и отлетает ну вот пошло распускание все отрубилось ну еще разок сейчас пока отлетел добьем волос на 2 теперь берем то которую ту которая получилась так тащили раздвоился отрываем отвалился по длине его сам брать то непонятно наверное на видео не видно он берем сантиметров 5 вот сантиметров 6 ну после от пальцев длина волоса вот так вот